Welcome, welcome! Все ништяк, Мишань, давай по-новой! Изменение обновлений 9.13, попытка номер 3, прочитать это изменение обновлений, потому что первое я в уме читал, второе я прочитал, все равно ничего не понял. Ну, для кого-то дубль 2, для меня дубль 3. Так вот, изменение обновлений 9.13, выходит у нас в этом патче непростые изменения по чемпионам, но еще и выходит игра Teamfight Tactics, игра, которая что-то сделала... Ага, блин, опять это показывает... Застрелила! Вот так вот, игру Лига Легенд. Дело в том, что она жутко популярная, и вы знаете, что сервера ПБЕшны начали падать из-за этого, и теперь люди будут играть только в нее. Все откажутся от Лиги Легенд, будут играть только Teamfight Tactics. Правда, она все равно будет в клиенте Лиги Легенд, так что вам все равно его придется загружать. В дальнейшем, возможно, будет на телефоне, пока это неизвестно. Но в патче 9.13, то бишь завтра, уже выходит 26-го числа. Помимо этого, у нас появляется чемпион Киана. Правда, она выйдет 28-го числа. 28-го, следовательно, через только 3 дня, после того, как выйдет патч. Киана новый чемпион, мы ее в шутку называем Киану Ривз. Тизер мы уже с вами смотрели, есть реакция на ютубе, можете посмотреть сами. Как я на этот трэггер-ролл-трейлер мы тоже смотрели. Обзор чемпиона уже сделан. Геймплей обязательно покажем, как только она появится в Лиге Легенд, за нее поиграем. Корки изменения есть небольшие, но мы-то теперь знаем, что это изменение касается только Арама. Поэтому в Араме он, возможно, будет более интересен, не на 8-й минуте будет бэкаться, а на 5-й. А ракетный обстрел, ну, как был, так и остался, по сути. Но настоящие теперь изменения, давайте их читать. Что же еще в патче 9.13 произошло? Первое, это Диана. Это не изменение, это, можно сказать, небольшие корректировочки. То есть Диана, которая своей кушкой дает подсветку, вы помните, теперь более круто она летит. Как видите, здесь написано, полумесяц более удобно направляется к курсорам. Не знаю, что тут за эстеты играет за Диану, но, видимо, они были этим недовольны. И теперь ребята получили себе усовершенствование ее заклинания кушки. И Лаой, чемпион, который на топ-лейне стоит, либо на роли саппорта, пару раз ее видел. Хотя было пару раз и на роли Адыкерри ее использовали, как в комбинации с Блицкранком Трэшом. И Лаой получила небольшие себе изменения, но эти изменения могут повлиять очень сильно на ее винрейт. Я считаю, приподнять ей и ее винрейт. Первое, это пассивное умение. Ее пассивка, которая вызывает ее вестников божества, которые дают удары, по сути, тентакли. Теперь будет скалировать урон от Абилити Пауэр, от силы умения, 40%. Помимо этого, больше они не замирают, если Лаой не находится поблизости. Вы знали, что раньше эти ростки стояли на месте, если она отходила. А если долго уходила, они вообще пропадали. Теперь они остаются активными, даже если она отошла. Правда, если она отойдет больше, чем на 30 секунд, они все равно пропадут. Раньше целая минута. Теперь может отправлять она пассивочкой, на свою пассивку нажимать и смотреть таймер, когда же появится новая вестник ее. Но это не особо важно. Главное, вот эти вот моменты. Туман войны, который раньше на них действовал. Вы могли видеть, где находятся щупальцы на расстоянии 1400 единиц. Теперь на расстоянии только 1000 единиц будете это видеть. Соответственно, вы можете бежать в ловушку, где уже куча щупальц расставлено. Ну или просто не сможете их так легко выбивать по карте, потому что не будете знать, где они на самом деле сейчас разбросаны. Вражеские чемпионы больше не видят атакующие щупальцы с любого места на карте, как это было раньше. Ну, вы могли видеть эту анимацию. Это намек идет на то, когда вы барона забираете либо дракона, либо геральтку с этой штукой. И было видно по анимации, прям лапа через туман войны проходила. Этого теперь нет. Исправная ошибка, из-за которой щупальцы наносили урон, если элоой погибала в процессе. Помните. Элоой убивает, щупальца носит урон, но якобы урона они не нанесли. Теперь такого не будет, они точно будут добивать. Идем дальше. Ее W. Ей добавили минимальный урон. Все еще вы знаете, что можно прыгать на вышке, и вышки получают дополнительный урон в размере от этого как раз минимального. Но минимальный в любом случае вы тоже нанесете. Имеется в виду, что если чемпион жутко танковый, и вы как бы не пробиваетесь через него, то минимальный урон все равно будет. Испытание духом, это ее Ешка. Убрали у этого испытания духа. Время существования духа больше не сокращается каждый раз, когда элоой получает урон от цели. Что это было? Это Ешка, к которой вы вытягивали душу соперника. Если вас начинали избивать, будучи элоой, то душа эта, соответственно, очень быстро отпускалась. Теперь они решили это убрать вообще, но добавили другие таймеры. Теперь душа воруется на 7 секунд, либо базовая продолжительность 10 секунд будет еще висеть на нем. А раньше было 10-12. Помимо этого, вот это вот самое важное, раз в 10 секунд раньше на вас щупальца сверху билась, она воровала душу. Помните, да, когда вы убегали из этого ее круга, круга страсти с элоой? Если вы убегали, каждые 10 секунд у вас щупальца билась. Теперь это будет происходить каждые 5, 4, либо 3 секунды в зависимости от ее уровня. Ну и точно так же, видимо, чтобы сбить их, вам нужно 3 щупальца увернуться, вроде 3, либо 2. К сожалению, я за нее редко играл, поэтому точные таймеры вам сказать не смогу. Ну и прыжок веры, это ее эрка, где она сверху накидывает огромное количество щупалец. Раньше было 5, теперь их будет 6. Помимо этого, щупальцы не пропадают во время атаки, если элоой приказывает им нанести удар жестоким уроком. Ну, то есть это с комбинацией с W. Идея заключается в том, чтобы элоой могла теперь давать эту комбинацию. Ну, она и раньше ее могла давать, но баг не позволял так играть. Когда вы нажимаете W в противника, в этот же момент R. Раньше эти эрки оставались у вас сзади, и они никого не трогали. То есть и поэтому многие элоой сначала впрыгивали, давали еще Ешку, просто автоатаку, только потом эр сверху. Теперь же они не будут никуда пропадать, и заклинание будет полностью прокастовываться по противнику. Идем дальше. Карма. Вы знаете, что Карма жутко популярна стала в патче 9.12. Они же это здесь и написали на туплейне. Ну и риуты решили исправить ее туплейнерскую силу. Кто не знает, билд на туплейне идет через максимальный КДР. Гаунтлет, спирит визаж, ботинки на КДР, луденсека. И вы просто не умираете под свои W, а для своих союзников даете постоянную Ешку с вашими 300 Ability Power. Это не такие крутые щиты, но это крутое ускорение, которое длится 2,5 секунды. А потом через полсекунды вы снова можете нажимать это ускорение для всей вашей команды. Ну, чуть реже, окей, чуть реже, потому что ваша карма откатывается не так часто. Мантра, точнее, не так часто откатывается. Так вот, продолжительность Ешки риуты решили немножко изменить. Продолжительность усиления Ешки осталась 2,5 секунды. То есть сам по себе щит и бафы, которые вы накидываете через нее, они остались. Кроме ускорения самого, ускорение теперь длится всего лишь 1,5 секунды. Это именно унижение кармы топлейнера, ну или кармы саппорта, который играет в Ability Power. По сути, карма мидлейнер тоже потеряла немножко свою актуальность. Орн. Помните, что у него есть суперпредметы, 6 штук, которые он может 2 себе сделать, 4 для союзников. Но его так никто и не начал играть. И риуты думают, ну может, чуть-чуточку его усилим. И чуть-чуточку ему усиливает его кушку. Теперь прирост урона от силы атаки не 100%, а 110%. Ура! Правда, никто его водой все равно не собирает, не знает, какой от этого смысл. Ничего не поменяется. А вот Пайк, скажите спасибо Вандеру, не тому Вандеру, который поляк, а тому Вандеру, который Вандер в команде G2. Он уничтожил Пайка мидлейнера, Пайка лесника и Пайка топлейнера, оставив только Пайка на роли саппорта. Что произошло? Риуты убирают дополнительный урон по крепам, и Костяной Гарпун больше не наносит 15% больше урона при быстром применении. Имеется в виду, когда вы так ха-ха делаете, и вот этот ха-ха больше не наносит дополнительный урон. Более того, эта штука больше не бьет сразу по всем целям, а бьет только по одной цели, поражая ближайшую цель. Приоритет отдаются чемпионам. Если ты чемпион и крип, вы сделаете ха и ударите только одного чемпиона. Если будет два крипа, вы сделаете ха и убьете одного крипа, но только одного. Раньше вы трех, четырех, пятерых, десятерых, сорок. Чем больше стоит вместе, тем лучше. Перезарядка у заклинания чуть-чуть уменьшена. Ну, типа, хоть что-то-то в ответ надо было дать. W его теперь скорость передвижения увеличивается. Это как раз чисто на саппорте сказать тему. 40% скорость передвижения была раньше, в течение 5 секунд теперь будет 40 и 60, если вы ее замаксили. Ну и его Ешка. Урон по миньонам монстрам. Призрачный прилив больше не наносит. Но, насколько я знаю, стан по-прежнему набрасывается. Ешка это прыжок пайка, где набрасывается стан по той цели, которая там находится. Соответственно, играть его на топе, медлейне, роли Адыкерии и леснике практически стало невозможным. У вас нет урона здесь, у вас нет урона здесь. На кушке промахнулся здесь. И вам усилили W. Играйте с саппортом, наслаждайтесь старым добрым пайком на саппорте. Переходим к Сиджуане, которая жутко популярна. Сейчас в чемпионате была сначала Корея и Китая. Но Китай отказался от нее, потому что слишком много контрпиков от Ксинджао, заканчивая Кайном, которого они тоже играют. А вот европейцы начали пересаживаться на нее, как, в общем-то, и американцы. И сейчас пермабан, по сути, этот чемпион. Либо берут, либо банят. И вот отобрали у нее прирост здоровья. Кажется, ну, десяточка, ну, ерунда какая-то. Но к десятому левелу это уже соточка. А это соточка прок как раз-таки вашего вармога. Вам нужно иметь 3000 здоровья, чтобы вармог начал работать. И если вот этого 100 здоровья вам не хватит на десятом уровне, винить в этом этот патч. Ну и Гнев Зимы уменьшен урон. Правда, здесь не особо сильно. На его W, на ее, извините, W вместо 6% урона от максимально здоровья противника теперь 5,25. Не знаю, почему именно такое число выбрали. Но решили, видимо, 5 слишком мало, а 5,5 слишком много. Поэтому оставили 5,25. Переходим к Северке, которая тоже жутко популярна на чемпионатах. И, кстати говоря, если мы зашли сейчас на сайт U.GG, она и в Сулуку, начиная где-то от Платина Элла, имеет самый высокий винрейт, самый высокий тир, тир S+. То есть чемпион, который не проигрывает линию, спокойно отстоит ее, и в лайтгейме все равно будет наносить урон. Красивые числа. Это три, вы-то говорите, что у нее были раньше красивые числа показателей. Пророст сил атаки был 3,11, теперь будет ровно троечка. Восстановление маны было 8,12, теперь будет ровно 8. Но главное не это, а то, что рикошет и ее W теперь стоят дороже на 15 маны. 15 маны, ребята, это 3 рикошета, и, по сути, вы уже без маны остались. И еще один маленькое изменение произошло. Как говорится, где-нибудь запишите, запомните про Северку. Это еще не последний ее нерф. Просто в описании чемпиона это последний нерф. Но есть еще тайный нерф, к нему мы еще подойдем. Чуть дальше. Сона. Бот-лейн, Сона, Адекерри. Помните, восклицательный знак Сона. Ищите этот ролик у меня на ютубе. Как ее играть. Чуть-чуть Риута решили ее ослабить. Понимали они прекрасно, что надо сделать это таким образом, чтобы не сломать Сону саппорта. То есть хил нельзя отбирать, ульту нельзя ослаблять, урон тоже цифровой нельзя отнимать. И поэтому они отняли процентный урон на ее кушке. То есть дополнение было от 30, Абилити Пауэр теперь от 20. Соответственно, если у вас 600 Абилити Пауэр, вы будете, по сути, наносить на 10% меньше урона, чем раньше. И при этом песень ее смертности это Ешка, стремительности смертности. Скорость передвижения, которую давала для всей вашей команды. Теперь вы будете получать не дополнительные 6% за каждую 100 Абилити Пауэр, которые вы собрали, а только 3% за каждую 100 Абилити Пауэр, которые вы собрали. Для саппорта это не такие уж большие нерфы, на самом деле, вообще почти никак не повлияют. Но даже здесь написано, Сона, связка плюс XX. И вот чтобы Ридик с Соной больше не играли на ботлейне, Риот решили вот такое вот изменение привнести. Правда, это на чемпионате Рифт Ривелс не появится еще. Патч 9.13 только через 3 недели на чемпионатах включится. Сайлес. Что же это такое? Риоты убили его, казалось бы, по процентам, но при этом на чемпионатах он по-прежнему выигрывает. Но Риоты решили своеобразный сделать патч. Вернули ему силу атаки плюс 3. Прирост сделали за поса здоровья плюс 10 за каждый уровень. Это 180 здоровья в конце игры. Базовый урон на его W увеличили на пятерочку в начале, на 25 в конце. И исправлена ошибка там с его Ешкой. По сути, небольшой баф его сделали, потому что в соло-ку винрейт этого чемпиона упал на 7%. Это, конечно, не такое падение, как было с Акали, который потерял почти 14% винрейта. Здесь всего лишь 7%. Но надеются они, что немножко повысит винрейт Сайлеса. Правда, в чемпионате он так и так был сильным и остался сильным по-прежнему. Синдра. Нерф, направленный на Бьеркса, на Power of Evil, Дженсона, Микки Мауса. Кто у нас там еще из соло-ку? Ой, не соло-ку, а чемпионов, которые играют на Синдре. Потому что, я думаю, в соло-ку мы как раз этого не почувствуем. Прирост запаса маны. То есть не нерф, а баф, я оговорился. Прирост запаса маны у Синдры увеличился на 10 маны. Ну, то есть она вроде как в конце игры на 180 маны будет иметь больше, чем раньше. Ну, посмотрим, насколько это аукнется. На чемпионатах, ну, я, честно, не думаю, что Синдру будет брать так часто. Кроме, если ты Синдромейнер. Тристана. Казалось бы, Тристана, она не тот чемпион, как Северка, что ее постоянно берут. Но из-за парочки корейцев, кто не знает, на Reddit была тема где-то месяц назад. Я даже хотел сделать ролик, но что-то передумал, что-то подзабыл, что-то подзаболел. Короче, забил на это. Поленился. Тристана в корейском чемпионате жутко популярный Адекерий, которого берут все и вся. И Риуты решили сделать так, чтобы она была популярна не только в Корее. Не знаю почему, но давайте смотреть. Прирост силы атаки стал теперь не 3.11, а 3.3. Прирост запаса маны. Ой, не прирост, а просто запас маны. Не 246, 247 было бы округление, а 250 в начале и восстановление маны. 7.2 чуть-чуть уменьшили. Ракетный прыжок ее теперь чуть больше наносит урона. Там билд считается, который в корейский я имею ввиду. Там пресс-д-атак с Боттерком. И вы играете с саппортом, который делает инициацию. Трэш, Пайк, Леона, Алистар. Прямо с первых уровней с пресс-д-атаком идете в атаку. Ну и вот эта W очень хорошо работает с ней. Поэтому ожидаю очень высокий прирост винрейта. Хотя, возможно, это еще связано с тем, что Северка как раз-таки является прямой контроль к Тристане. И таким образом Тристану они решили усилить, чтобы Северка стала слабей. Вудир. Я не буду зачитывать вам эти числа. Просто скажу вам, что все умения у него переработали. Но переработать не в смысле, что они по-новому теперь работают. Нет. Просто все умения теперь можно повышать до 6 уровня. Начиная с 16. То есть каждое умение можно до 6 уровня повышать. Не только одно. По-моему, раньше можно было только Тигра повышать. Или я ошибаюсь. Помимо этого, ребят, всем умением изменили числа. Как видите, урон здесь чуть больше. И нам даже выделили, куда смотреть. И прирост от сил атаки тоже стал чуть больше. Стойка Черепахи только в конце игры стала крепче щит. Стойка Медведя здесь проценты и здесь секунды. Стали чуть выше скорость передвижения и продолжительная скорость передвижения. Ну и Феникс чуть больше урона в конце. Чуть больше урон срабатывания тоже в конце. Все. Казалось бы. И нет. Еще немножко, как говорится, оперативчика. Что у нас там в конце идет. В общем, сладкое. Самое сладкое, ребят. Похититель сущности. Эссенс Ривер. Предмет стал на 100 золота дороже. И кто-то скажет, ну говно, это же ерунда. Но сейчас я вам еще кое-что покажу. Во-первых, он теперь собирается чуть по-другому. Самый лучший мяч. Боевой молот Колфилда. Это который КДРный. Плащ ловкости. И 100 золота. Раньше, как видите, он через кирку делался. Теперь он делается через самый лучший мяч. И вот в чем вся загвоздка. С одной стороны, Риуты попытались уравновесить Аде Керри, который играет через Эссенс Ривер, против чемпионов, которые играют через Инфинити Эйдж. Оба возвращаются с БФ с вардами. В начале игры, например, ты Дрейвен, а я Северка. И мы встречаемся, начинаем сражаться. Но вот незадача. Дальше Дрейвену... Да, надо ему 3600 заработать, чтобы купить себе Инфинити Эйдж. Но мне раньше-то надо было заработать всего лишь 3200. И с БФ купить свой Эссенс Ривер и иметь преимущество предмета над Дрейвеном. То теперь мне надо еще на 100 золота стоять на линии. А 100 золота это еще один целый вейв. И этот целый вейв может решить судьбу. Мою на Хайэла уж точно. На низких Хайла, кстати, тоже иногда это может порешать очень серьезно. Таким образом, Северка и здесь была получен небольшой нерв. Помимо этого, обратите внимание на стоимость нового старого предмета Знамения Рандуина. Это Варден Мейл Рандуин. Помните, что этот предмет никто сейчас не собирает. Потому что он жутко дорогой за то, что он дает. Он дает слабые показатели армора, не самые высокие показатели ХП. Но вроде как поглощение критов. А так как у нас почти все адекерии сейчас двойные. То есть получается у них процентный урон. Либо они играют через Ботарк. Либо сам по себе процентный урон внутри есть. То мы забываем про то, как бороться против Джинксы. И вспоминаем Северки. А против Северки этот предмет идеально заходит. И он стоит теперь всего лишь 2700. Берем, побеждаем Север. Жест золовиков. Не знаю, почему стоимость уменьшили на 100 золота. Это, видимо, кто-то из риутов играет еще чемпионов, которые его собирают. Роа. Род оф Эйджис. Но я, честно, не знаю ни одного чемпиона в имете, который сейчас находится. И чтобы он собирал себе Роа. Ну, может быть, стоимость, пониженная на 100. Даст возможность этим чемпионам себя проявить. Ну и, в общем-то, все. Отображение урона теперь будет немножко по-другому. Справлены ошибки стали им органезом. Во время применения умерия будут теперь звучать их реплики реже. Вы знаете, такое есть. Команды больше не заглушают ваши собственные сигналы. Это спасибо риутам. Вы знаете, я обожаю этими командами пользоваться. Muteal, Full Muteal, Ignore. Но после этого я не мог сам спамить сообщения. Потому что мои сообщения нигде... Ну, не сообщения, а клики. Они, как говорится, сигналем не шли. Ну и Luciano R повышает скорость передвижения при попадании по целям. Раньше она иногда тупила и этого не делала. Локализация какая-то здесь еще исправлена. Не знаю, что это такое. Ну и, конечно же, последнее, что осталось нам с вами обсудить. Это Teamfight Tactics. Видео про него будет сделано уже совсем скоро. Обязательно его смотрите на YouTube. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Иначе вы все упустите. И новые скинчики, которые выйдут. Это аркадные. Вместе с ними выйдет сразу же у риотов и челленджи разные. Выполнение заданий. За счет этих заданий берете себе очки. За счет этих очков открываете сундучки. Но это было так всегда. На любом сервере ждем, как говорится, заданий уже завтра. И ждем завтра уже Teamfight Tactics. Спасибо, что оставили лайк. Спасибо, что подписались на канал. И что посмотрели это видео. Пока-пока. Пока-пока.